МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ведущие вузы, главные правительственные учреждения и ключевые средства массовой информации. Московская организация Компартии России вместе с нашими союзниками и друзьями, а их в НПС около 200, выдвинули своим кандидатом на пост мэра Мельникова Ивана Ивановича. Прежде всего, Иван Иванович коренной москвич. Он в Москве живет и работает более 40 лет. Он окончил ведущий лучший университет страны МГУ Мехмат. Там много лет работал, преподавал, является кандидатом физико-математических наук и доктором педагогических наук, преподавал в иностранных вузах. Он единственный за последние 20 лет представлял Думу в качестве председателя комитета в Совете Европы по науке и высоким технологиям. Шесть лет возглавлял комитет по науке и образованию непосредственно в Госдуме. Тогда были приняты самые важные законы, которые защищали и гарантировали бесплатные образования для всех и соответствующие социальные гарантии всем, кто работает в этой сфере. Иван Иванович является автором почти сотни законов, хорошо знает бюджетный процесс. Сегодня занимает должность первого заместителя, который координирует международную деятельность, имеет тесные контакты с руководством Китайской Народной Республики. А Китай сегодня является локомотивом, который вытаскивает мировую экономику из тяжелейшего кризиса. Одновременно имеет колоссальный опыт партийной и государственной работы на просторах Российской Федерации. Для столицы это тоже принципиально важно. Но я хотел бы подчеркнуть, что он идет в команде. Никто в одиночку справится с таким субъектом, как Москва, не в состоянии, где обострили все проблемы. Транспортные, миграционные, жилищно-коммунальные и многие остальные. Поэтому наша команда впитала в себя все лучшее, что есть у нас в Государственной Думе, у нас немало москвичей и людей одаренных, и наших московских руководителей. Я считаю, что наша команда подготовила реальную программу. С этой программой и нашими взглядами, каким образом можно реализовать их на просторах Москвы, сейчас вас познакомит наш кандидат Иван Иванович Мельников. Выбор в Москве выиграть трудно, но можно. Мы ставим перед собой такую задачу, чтобы на первом этапе решить сложную, но реальную задачу, выхода в второй тур. Мы считаем, что при решении этой задачи с большой вероятностью мы одержим итоговую победу на этих выборах. Преимущество на этих выборах будет иметь та команда, та политическая партия, у которой есть реальная, логичная, доказательная программа решения всех городских проблем, программа развития города. В этом смысле в самое тяжелое положение попадает представитель партии власти. Понятно почему. Потому что если он говорит о том, что у него такая программа есть, резонный будет ему задан вопрос, а что же вы в течение двух с половиной лет эту программу не реализовывали. Я думаю, что не очень простой ситуацией окажутся и представители других партий. Вы видите и слышите о том, что многие из них делают заказы на то, чтобы им подготовили программу развития города. То есть фактически у этих партий программы нет. Они ее через себя, через свою душу, сердце не пропустили, эту программу. И теперь, так сказать, предлагают воспользоваться услугами других специалистов, которые им предложат какую-то программу развития города. Мы в этом смысле очень выгодно отличаемся от всех политических партий. Наша программа развития города, решения проблем, она выстрадана, эта программа. Я просто напомню, что с основными элементами этой программы мы шли на выборах в Московскую городскую думу еще в 2005 году. Да, конечно, время идет, программа совершенствовалась, оттачивалась, и в ближайшее время мы проведем уже презентацию этой программы на одной из пресс-конференций. Представители власти в целом в последнее время активно внедряют в сознание москвичей такую мысль, что должность мэра Москвы – это такая хозяйственная должность. На мой взгляд, руководство города и ежедневное принятие управленческих решений, которыми должен заниматься мэр города – это вопросы, которые направлены на развитие стратегии развития города и на решение судеб москвичей. А я считаю, что это вопросы политические. Мэр города, в первую очередь, я считаю, должен заниматься тем, что правильно расставить кадры. Высокопрофессиональные, некоррумпированных людей, которые любят Москву, знают Москву. Мэр города – это человек, который должен определять приоритеты в большом и малом, и в решении конкретной проблемы, и, скажем, при определении приоритетов в бюджетной политике. В заключение я хочу сказать, что я глубоко убежден, что ситуация в Москве такова, что для того, чтобы решать весь клубок довольно серьезно накопившихся проблем в Москве, нужно идти по пути привлечения специалистов разных политических партий. Поэтому я заявляю о том, что в случае моей победы на выборах мэра города Москвы, я пойду по пути создания коалиционного правительства. Правительство, в котором найдется место специалистам разных политических взглядов и разных политических сил. Три дня назад опять здесь, в Москве, граждане нерусской национальности устроили поножовщину, порезали трех москвичей. Я этот пример провожу для того, чтобы акцентировать внимание на одной из жгучих проблем, о которых мы говорили с Иваном Чемельниковым, и говорим, что эта проблема выходит на первое место, и ее надо решать. Власть ничего не делает. Более двух миллионов мигрантов сейчас в Москве. Из них сухая статистика. Более 50% преступлений совершают мигранты. Каждое второе изнасилование совершает мигрант. Каждый третий разбой совершает мигрант. И каждое пятое убийство совершает мигрант. И эту кричащую проблему власть не решает, в том числе правительство и мэрия. Иван Иванович является автором, в том числе, закона о том, чтобы прекратить и быстро прервать серию этих преступлений, которые совершаются на улицах Москвы. Это закон о введении трудовой визы. И второй закон об увеличении в два раза налога на работодателя, который берет на работу иностранцев в Москве. Это позволит, как минимум, уменьшить сразу в два раза приток мигрантов. Мы можем обойтись без мигрантов. Неделю назад проводили исследования по Российской Федерации. И один вопрос задавали. Готовы ли граждане Российской Федерации приехать в Москву на работу, особенно на низкоквалифицированные рабочие места? Да. Ответили. Да. Прямо сегодня берем билеты и выезжаем 9 миллионов граждан Российской Федерации. Нам не нужны мигранты в Москве. Поэтому Иван Иванович Мельников везет в том числе с четкой, однозначной программой уменьшения количества мигрантов и устройства на работу граждан Российской Федерации. Начиная с 2005 года мы уже предлагали решение для Москвы по выходу из сложной ситуации. Напомню, что сейчас мы находимся в стадии проведения досрочных выборов, которые во многом определены из достаточно тяжелой социально-экономической ситуации, которая в ближайшее время придет в Москву и затронет каждого из нас, живущих в этом городе. Но есть целый ряд причин, которые на сегодняшний момент можно было бы исправить, однако власть пока не хочет их даже замечать. Одной из причин – это местное самоуправление. У нас имеется большая база поддержки депутатов, которые не только избраны от КПРФ, но и те депутаты, которые активно ведут свою работу на местах. Но в той ситуации, когда деятельность представительных органов местного управления подменяется органами исполнительной власти, говорить о народовласти, говорить о возможности диалога с населением не приходится. Второй вопрос – экология. Ее можно оценить, состояние экологии можно оценить как критическое. Сегодняшний день в Москве мы за последний год сформировали шесть окружных экологических советов. Совместно с научной общественностью и активистами проводим окружные мероприятия для того, чтобы оценить реальную картину. И итог, конечно, не самый желательный для москвичей, которые сегодня видим по картине, но от нас зависит, какие предложения мы будем выдвигать. И я думаю, что сегодня мы готовы их сформулировать и изменять экологическую политику в городе Москве вместе с активистами и научной общественностью. Третий вопрос – это транспорт и расширение Москвы. Очень широко преподносилась идея расширения Москвы как решение транспортной ситуации. 26 июня будет год, как Москва расширилась от Мытич до Калуги, но мы видим, что все планы московских властей и федеральные по переносу центров административных не увенчались успехом. Москва разрыта, но это не решает ни одной задачи. В этой связи мы считаем, что необходимо перенести акценты на общественный транспорт. Провели научную транспортную конференцию и выходим своими предложениями городским властям. Но и последние два момента, которые, к сожалению, мы пока не можем заставить власть обратить внимание, и она продолжает совершать ошибки. Это сфера жилищно-коммунального хозяйства, в которой на сегодняшний день, по оценкам экспертов, изношенность основных фондов составляет около 60%. И она дальше и дальше идет в упадок. При этом московские власти считают важным передать в управление частным компаниям, что, безусловно, для нашей северной столицы достаточно является проблематичным. И последнее – это промышленность. Вместо того, чтобы развивать промышленность, как раньше было в Москве, Москва была центром высокотехнологичного научного производства, мы сегодня видим желание реализовать лакомые земельные участки для жилищного строительства. И вместо того, чтобы получать доход от своего производства, идет процесс приватизации. С этим согласиться нельзя, и это будет заложено одним из основных направлений нашей программы. Но и последнее, на что хотелось бы обратить внимание, мы сегодня уже ставим задачу при предложении наших программных положений, нашей команды по контролю за выборами. Мы прекрасно понимаем, что задача жесткой, понятной компании с залогом на успех не может идти без контроля. Мы сформировали свою группу контроля, которая будет готовить наблюдателей, юридическую подготовку, техническую подготовку для полноценного закрытия всех избирательных участков на территории Старой и Новой Москвы в день голосования. Но, безусловно, мы помним декабрь 2011 года, когда мы смогли собрать в Москве, помимо ресурсов партии, 11 тысяч контролеров и наблюдателей. Мы считаем, что эти выборы знаковые. Мы приглашаем всех желающих проконтролировать эти выборы, помочь в реальном осуществлении более заявления, присоединиться к нам, и тогда мы можем говорить о честных и свободных выборах. Продолжение следует...